Официальные партнеры программы «Новости дня», торговая группа «Абсолют», сеть магазинов «Мой сон», меховая фабрика «Шубовик». В прямом эфире Телекома «Новости дня» в студии Юлия Пермякова. Здравствуйте! И в начале выпуска коротко расскажу о главных событиях, которые произошли в республике и ее столице. Перед выходными районы Бурятии накрыли затяжные ливни, грозы и сильный ветер. Сколько денег получат пострадавшие семьи в качестве компенсации? Будучи лишенный права управления транспортным средством, совершая маневр обгона, совершил столкновение с автомашиной «Хонда» «Одиссей». Тройное ДТП по улице Краснодонской. Пострадал полуторамесячный ребенок. Мы приняли подушку, залили бетонную и армировали, работы не приостанавливали ни на один день. Новый стадион. В Улан-Удэ началось строительство спортивного объекта для 46-й школы. Десять благих деяний, которые нам дал Итигелов, если вы выполняете эти десять благих деяний, вы можете называться человеком. Звезда мировой оперы о феномене Итигелова. Чем Любовь Казарновская обещала помочь Бурятии? Перед выходными районы Бурятии накрыли затяжные ливни, грозы и сильный ветер. Плюс ко всему, дома и огороды сельчан побил град размером с куриное яйцо. Из-за дождей затопило дороги, люди оказались отрезанными от внешнего мира. Хронология событий в нашем следующем материале. Ночь 7 на 8 августа жители Закаменского района запомнят надолго. Началось все с того, что на село Михайловка обрушился град размером с куриное яйцо. Ледяные шары пробили крыши домов и уничтожили насаждения. В это время в Джидинском районе из-за ливней затопило дорогу между селами Нарын и Тарей. Под водой оказались и проезжие части села Шартыкей. 6-е, 08-е, 12 часов ночи. Село Шартыкей. Увадик с трудом продвигается. Ночью сельчан начали эвакуировать. Одних отправляли к родственникам, других в здание врачебной амбулатории. С администрации района Закаменска прибыло две машины, эвакуируем женщины и детей. Ливень не прекращался. Под утро масштабы бедствия лишь увеличились. Вода зашла в подворье. 10 домов оказались подтопленными. Местность Узики, Джидинский район. Дорога регионального значения Закаменска. Река Джида вышла на дорогу. Вот оттуда мы приехали, стоит УАЗик. А здесь подтопил эту дорогу. В местности села Уликчин Закаменского района произошел обвал дороги. Сейчас там пытаются восстановить двухполосное движение. Вчера на место в составе специальной комиссии вылетел глава Бурятии. Будет, безусловно, предусмотрен капремонт. Если успеем в этом году, в этом году. Если нет, то в следующем году. Но движение, повторюсь, движение будет восстановлено через 4 часа. Здесь также вопрос по дамбе. Дамба свою функцию сыграла защитную. Населенный пункт защитила, но ее подмыло сильно. То есть нужно сейчас повторную отсыпку восстановления дамбы. То есть эти работы тоже будем. В нескольких населенных пунктах ввели режим ЧС. Ущерб, причиненный местным жителям, оценивается. Но там вот вообще было нечто. Я говорю, пришла и вообще ужаснулись. Но я даже могу вам показать фотографию, сколько стояло у нас этих пазов. Ведешь все подряд. Люди говорят, вода в домах стояла по колено. Алексей Цыденов поручил оперативно выплатить компенсации всем пострадавшим. Это по 10 тысяч рублей на каждого члена семьи и по 50 в случае утраты имущества. Так местным жителям помогут восстановить постройки. На каждый дом по прописанным, если не прописанным, по собственникам, взрослые, дети, на всех оформляются. Если нет прописки или нет собственности, но люди все равно по факту жили, то можно решение через суд. Там не важно. Один сосед сказал, что сосед здесь жил. Все, больше ничего не надо. Также в потопленных подпольях установят тепловые пушки. Будут ли компенсировать потерю урожая? Вопрос открытый. В Михайловском град уничтожил 550 гектаров пшеницы, 150 гектаров кормовых культур. Сами сельхозпроизводители оценивают ущерб в 2 миллиона рублей. Ася Касьянова, Новости дня. Тем временем в Улан-Удэ на реке Селинга уровень воды за сутки не изменился. Он составляет 208 сантиметров при критической отметке 330. Но прибыла вода на 10-13 сантиметров выше по течению в Кяхтинском районе. В ближайшие сутки вода сместится ниже по течению. И, к сожалению, ожидаем опять повышения на несколько сантиметров в черте города Улан-Удэ. По отсыпке низменных участков левого бережья она практически завершена. Остался еще один участок в районе Блюхера. Там есть вопросы по координат, именно в части, касающейся непосредственной близости к земельным участкам. Но сегодня-завтра мы работу эту завершим. После этого специалисты начнут укреплять насыпь бутовым камнем. Работу уже завершили в СНТ «Судостроитель» и на улице Урожайная. Подняли дорогу вдоль улицы Сельской, укрепили вдоль Кипрейной, а также расчистили улицу в районе карьеры Тулунжа. Что касается реки Уда, то здесь уровень воды идет на спад. За сутки он опустился на 5 сантиметров. Ситуация с пожарами в Якутии остается крайне сложной уже второй месяц. На подмогу в полной экипировке прибыл уральский отряд парашютистов-десантников авиаля лесоохраны. Кроме того, ожидается прибытие северо-западного отряда. От погоды помощи ждать не приходится. В ближайшие дни на территории Республики Саха ожидается повышение температуры воздуха до 30 градусов. Все подробности далее. Сложная лесопожарная обстановка сохраняется на территории 12 районов Якутии. На них приходится 125 очагов из 156 действующих природных пожаров. В Тушении задействовано более 3,5 тысяч человек. Это парашютисты-десантники, лесники, военные и даже местные жители. Для ликвидации возгораний специалисты авиалесоохраны применяют взрывной метод. С помощью взрывов прокладывают минерализованные полосы. На самых сложных участках с огненной стихией борются более 800 парашютистов-десантников авиалесоохраны. Большой объем работ по тушению труднодоступных участков выполняют вручную. На подмогу в полной экипировке прибыл уральский отряд. Привлечь дополнительные силы авиалесоохраны удалось после нормализации обстановки на северо-западе России. Первая группа у нас здесь работает уже второй месяц. Вот мы приехали помогать и усилить эту группировку. В Тюменской авиабазе у нас приехало 20 человек. Вместе с Контейской авиабазой у нас сегодня прилетело 50 человек. Взяли все необходимое для работы в лесу на кромке пожара. Стас очень тяжелая, сушь стоит, воды мало, дождей нет, сильный ветер. Это затрудняет тушение этих лесных пожаров. Мы работаем очень давно, все люди практически с большим опытом также работают. У профессионалов своего дела обученные десантники, пусковики, парашютисты есть. Делаем всевозможное, чтобы как-то помогать послушать. Ну, люди профессионалы, много лет работают. Кроме того, ожидается прибытие северо-западного отряда из 67 парашютистов-десантников в Карелии, Коми, Мурманской и Архангельской областей. Напомним, режим ЧАЭС действует на всей территории Якутии с 23 июня. Инна Садондукова, Новости дня. Тройное ДТП, в котором пострадал полуторамесячный ребенок и аншлаг в Улан-Удэнском аэропорту. Подробнее об этих и других происшествиях расскажем в нашей постоянной рубрике «Горячая линия». Улица Краснодонская. Тройное ДТП. В результате этой аварии пострадали пять человек, в том числе полуторамесячный ребенок. По предварительным данным, виновником стал 35-летний водитель Тойоты Королла. 35-летний водитель автомобиля Тойоты Королла, будучи лишенный права управления транспортным средством, совершая маневр обгона, совершил столкновение с автомашиной Хонда Одиссей. После чего автомашины Тойоты Королла совершают столкновение с автомобилем Хонда «Партнер». Участников аварии осмотрели медработники, а одного человека госпитализировали. Ребенку удалось избежать серьезных травм благодаря автокреслу. Еще одно ДТП и тоже с пострадавшим. На улице Жердева Тойота Олеон выезжала со второстепенной дороги. Водитель авто решил не пропускать «Волгу», которая шла по главной. Удар пришелся на заднюю левую часть автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия девушка 25 лет, которая находилась на заднем сидении, была доставлена в медицинское учреждение. После осмотра отпущена домой. Что касается автомобилей, то повреждения у них не смертельные. У виновника ДТП есть полис ОСАГО. Отказали тормоза. Накануне днем в районе ДНТ «Космос» водитель не смог удержать самосвал на дороге. Больший груз двигался в сторону Вахмистрова. Когда шофер решил снизить скорость, ему это не удалось. Оценив угрозу окружающим, мужчина решил увезти машину в кювет. Судя по всему, решение опытного водителя было правильным, ведь обошлось без пострадавших. От транспорта наземного к воздушному. Сегодня самолеты из Иркутска стали вынуждены приземляться в Улан-Удэ. Виной тому погодные условия. Аэропорт Байкал с утра принял три рейса. Об этом сообщил директор воздушной гавани Дмитрий Гармаев. Пока у нас на перроне иркутские борты. Сейчас подлетят наши. А еще грузовик из Макао. Сегодня будет жарко. По словам пассажиров аэропорта, в зале ожидания скопилось большое количество людей. Неожиданный гость залетел накануне и в одну из улан-удэнских квартир. Молодые люди обнаружили на своем балконе летучую мышь. Дом находится в центре города и таких сюрпризов хозяева не ожидали. Сначала они услышали стрекотание, особого внимания на него не обратили. А наутро поняли, что это далеко не саранча. Ползи обратно, ползи обратно. Блин, я даже выйти не могу, дома очень жарко. Попытки поймать летучую мышь с помощью таза обернулись провалом. Тогда решили вызвать спасателей. Животное аккуратно завернули в тряпочку и выпустили на свободу. Погода в этом году не шепчет, однако улан-удэнцы продолжают купаться в городских реках. А зря. В пробах воды из Селенги обнаружена сальмонелла. В Роспотребнадзоре предупреждают, не стоит устраивать там заплывы, иначе можно подхватить инфекцию. Ася Касьянова, Жаргал Сарендашиев, Новости дня. Министерство социальной защиты населения Бурятии напоминает жителям республики о том, что в ведомстве продолжает работу горячая линия «Наши дети». По будням с 8.30 до 17.30 специалисты колл-центра дают разъяснения по различным вопросам. За 6 месяцев 2021 года на многоканальный телефон справочной службы «Наши дети» поступило 37 405 обращений. Специалисты горячей линии «Наши дети» разъяснят порядок назначения и сроки выплат на детей. В том числе дадут разъяснения о ежемесячной выплате на детей от 3 до 7 лет. Звонок бесплатный. Также позвонив по номеру 8 800 350 57 16, можно узнать о единовременной и ежемесячной выплате в связи с рождением или усыновлением первого ребенка и выплате на третьего или последующих детей. Также специалисты колл-центра дают разъяснения по региональному материнскому капиталу и мерам социальной поддержки для детей-инвалидов. Новый стадион 46-й школы. Подрядчики приступили к строительству площадки месяц назад. Сегодня депутаты горсовета вместе с представителями администрации выехали на объект, чтобы проверить ход работ. Как будет выглядеть новый стадион и когда на его территории уже можно будет заниматься, расскажет Батар Ломбаев. Стройка началась 8 июля. Сейчас уже все земляные работы завершены. Однако на начальном этапе подрядчик столкнулся с небольшими трудностями из-за дождей. Все воды, которые идут со стороны бани, с мажзавода, они все затапливают этот участок. У нас здесь, когда мы копали подпорную стенку, было воды по пояс. То есть мы откачивали помпой. То есть вот у нас в июле 12-го числа были дожди. То есть мы приняли подушку, залили бетонную и армировали. Работу не приостанавливали ни на один день. Люди работали. Здесь фотофиксация прямо в этих болотниках. На данный момент строители почти полностью армировали подпорную стену и начали бетонные работы. По проекту на новом объекте будут расположены футбольные поля, беговые дорожки и сектор для прыжков в длину. Подрядчик обещает сдать стадион в установленные сроки. К подрядчику на сегодня претензий нет. Есть проблематика, которую надо учесть. Есть моменты, которые нужно посмотреть совместно. Потому что это подпорная стена, которая должна отвлечь от потоков ливневых вод, которые здесь происходят постоянно. Поэтому, чтобы не было подтоплений, не было нарушений, мы специально выехали и посмотрели. Дальше мы посмотрим сейчас еще проект дополнительно. Мы внесем какие-то корректировки. Ну и безопасность данного объекта нужно соблюсти, чтобы не было доступа детей на данную стройку. Ожидается, что новый стадион станет главным спортивным центром в микрорайоне. Возводится он по наказам избирателей. Также вокруг него планируется строительство ряда дополнительных сооружений. Стадион будет центром развития. Мы построим стадион современный по бокам. В рамках моих наказов мы ремонтируем лестницы всеобщественные. То есть, если мы пройдемся, мы посмотрим, как наконец-то люди могут зимой качественно, безопасно преодолеть любую преграду. Соответственно, как это точки, как этого кластера, она идет в дальнейшее развитие. То есть, это и детские площадки, и спортивные сооружения, воркаут. То есть, в качестве точки, рост мы выбираем школы. Все работы идут согласно графику. Подрядчик должен сдать объект до 10 октября этого года. Батар Ламбаев, Жаргал Сарендашиев. Новости дня. И далее ситуация с коронавирусом. За сутки выявлено еще 137 инфицированных. Выздоровел 21 пациент. Из новых случаев 100 человек обследованы по обращению с признаками ОРВИ. Остальные – контактные. Всего с начала пандемии в Бурятии зарегистрировано больше 54 тысяч случаев заражения. Половина из них – в Улан-Удэ. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 48 тысяч 61 человек. Умерли 1726. Двое за минувшие сутки. Проходит лечение в стационарах в республике 738 пациентов. На амбулаторном лечении – 2408 человек. В отделениях реанимации сегодня находится 105 зараженных. 54 подключены к аппаратам ИВЛ. Занятость коечного фонда на сегодня составляет 78%. Далее небольшой перерыв. Не переключайтесь. Скоро вернемся. Все это делаем для того, чтобы поднять интерес к нашей деревне. Дашин Амдаков покинул Лондон, чтобы создать арт-парк в Забайкалье. Каким его видит мастер, расскажем далее. За экологию и здоровый образ жизни. Как присоединиться к активистам? Покупай в Абсолюте выгодно. Зеленый горошек Бен Дюэль со скидкой 34%. Всего за 83,99. С заботой ваш Абсолют. Август. Пора на Байкал. Забегу в мой сон за махровым полотенцем и хлопковым халатом. Здесь все российское, добротное. И ассортимент большой. Отдохну на Байкале и запасусь здоровьем на год. Магазины мой сон для вашего отдыха и здоровья. Невероятно! Послушай! Завалялась старая шуба, дубленка, кожаная куртка. Приноси и получи 15 тысяч рублей при покупке новой. В ассортименте Мутон, Норка, Букле, Астроган. Только с 10 по 29 августа в КСК. Ровные, как гладь океана. Притягивающий взор, как женская красота. Расширяющий пространство до размеров Вселенной. Линия неба. Натяжные потолки любой сложности. Телефон 307-307. Спасибо, что остаетесь с нами. Это новости дня и мы продолжаем прямой эфир. Всемирно известная оперная певица Любовь Казарновская прилетела в Улан-Удэ. И в этот раз не с концертом, а совершенно с другой миссией. Артистка приехала специально к юбилею Тамчинского Датсана Бурятии. На встрече побывала наша съемочная группа. Любовь Казарновская говорит, что давний друг Бурятии бывала у нас неоднократно, но теперь приезжает с миссией. Много лет певица изучает буддизм. И у нее есть свои мысли по поводу феномена Хамбуламы и Тигелова. Присутствие Хамбуламы и Тигелова в двух мирах. В тонком мире. Это мир духа. И в физическом мире показывает сегодняшнему человеку, что его дух может преодолеть любую физиологическую смерть. То есть смерти нет. Десять благих деяний, которые нам дал Итигелов, если вы выполняете эти десять благих деяний, вы можете называться человеком. В Бурятию Любовь Юрьевна прилетела на юбилей Тамчинского Датсана. В этом году один из первых буддийских монастырей республики отмечает 280-летие. Правда, из-за коронавируса мероприятие отменили. Но миссия Любови Казарновской и директора института пандита Хамбуламы, можно сказать, все равно стартовала. Тамча переводится как «служение людям». И они хотят, чтобы все, кто приезжал в Тамчинский Датсан, получали помощь. Тамчинский Датсан – это был центр, бурятский центр в течение 155 лет. Это был центр экономический, политический, духовный. И та энергия, которая собрана на этой территории, она же никуда не ушла. И благодаря, вот когда я начала работать по Этигеву, я была потрясена, насколько бурятский народ жил очень, оказывается, хорошо. Самый нищий бурят имел 8 дойных коров. Монастырь «Университет буддистов России», считает певица и директор института пандита Хамбулам, могут стать не просто местом притяжения туристов, но и местом паломничества для многих россиян. Звезда обещала, что приложат все возможные усилия для поднятия интереса к духовной истории и драгоценному наследию бурятского народа. Мария Латышева, Вячеслав Батоев, Новости дня. Не менее важную дату отмечает храм Спасителя Николая. Первый камень Управления российских железных дорог в Улан-Удэ заложили 15 лет назад. А вот со строительством были проблемы. Историю о том, каким образом собирали средства на возведение, расскажет наш корреспондент. Сегодня приход Свято-Никольского храма порядка 200 человек. Анатолий Степанович Коренев вспоминает, каких-то 15 лет назад на этом месте был пустырь. Тогда, будучи начальником Улан-Удэнского отделения ВСЖД, он захотел восстановить церковь, которую неподалеку разрушили в 30-х годах. Все, что было – отчаянное желание. У нас не было ни денег, ничего не было финансового обеспечения. И мы решили, вот на этом месте выкопали котлован. И 14 сентября 2004 года, в то время у нас в бурятской епархии не было, кто приезжал, совершенно служил при Истафе, это Забайкальский, Тичинси. И мы на этом месте положили мощь. Средства на строительство, как часто бывает, собирали всем миром. Сначала складывались работники железной дороги, затем подключилось и руководство. Завершили стройку ровно 15 лет назад. Конечно, было очень все это волнительно, очень трогательно было. Мы все долго ждали освящения нашего храма. И когда этот день случился, конечно, было очень много народу. Было очень все торжественно, очень все трепетно. Очень много прихожан было, естественно, очень много было сотрудников железной дороги. Сначала при храме был один священник. Службы велить только по выходным и праздникам. Но вскоре и служителей, и прихожан стало больше. Жизнь закипела. 11 лет назад на территории совместно с фондом «Радость материнства» открыли социальную столовую. Сначала было другое помещение. Оно стояло вот здесь, маленький вагончик, который вмещал 6 человек. Новое помещение, вот это вот, мы смогли получить благодаря фонду президентских грантов в 2020 году. На средства гранта также мебели закупили, антисептики, маски раздаем бесплатно бездомным. В обновленную столовую вмещается до 20 человек. За сутки здесь кормят порядка 60 нуждающихся. Храм стал своеобразной площадкой для реализации социальных проектов Бурятской епархии. Здесь раздают вещи и помогают даже по юридическим вопросам. Параллельно прививают духовное воспитание детям в воскресной школе. Только чтобы уместить полсотни учеников, пришлось расшириться. Получается, места не было. Мы могли заниматься только в храме, но в храме у нас богослужение. И после богослужения у нас еще и воскресная школа была для взрослых, и места вообще было мало. А тем более, это три группы детей, и их надо было разделить в разные помещения, в разные места посадить. Сейчас для занятий воскресной школы строят отдельное здание. В нем также расположится трапезная библиотека и крестильная. Планируют расширять и сам храм. У нас народ в храм не вмещается. И мы уже думаем о том, чтобы делать пристрой к этому храму. Потому что, ну вот, необходимость такая и есть. Потому что нам даже вот отойти людям некуда. Ну и тем более сейчас расстояние все надо соблюдать. Поэтому думаем об этом. Тоже хотим пристрой сделать. И надеемся, что и железная дорога нам в этом поможет. Также постепенно планируют обустроить детскую площадку, увеличить количество мероприятий для взрослых, открыть новые кружки. Анатолий Степанович рад, что когда-то из трех вариантов мест под храм выбрал именно это. И надеется, что церковь простоит не одно десятилетие и принесет людям немало пользы. Мария Кравцова, Алексей Ромашов. Новости дня. Известный на весь мир художник и скульптор Дашин Амдаков решил сохранить свою деревню. Рядом с бурятским селом Укурик в Забайкальском крае, где он родился, в парке Тужи он создал парк ландшафтной скульптуры. Что там можно увидеть, расскажет наш корреспондент. Променял Лондон на Забайкалье, чтобы открыть проект Тужи на своей родине. Дашин Амдаков говорит, у них в семье было 8 детей. Всем привили трудолюбие. Девочек научили шить, выделывать кожу и плести из конского волоса. Мальчики были охотниками, столярами и плотниками. Уникальный туристический объект Тужи призван оживить деревню. Мы маленькая, затеревшаяся бурятская деревня в тайге. И когда съехали столько людей, глава республики приехал. Глава округа подъезжает. В общем, столько праздников, сколько людей из Читы приходит. Просто мы все это делаем для того, чтобы поднять интерес к нашей деревне. Соответственно, деревня будет жить. То, что вы видите за нашей спиной, это мы построили. Строила вся деревня. Дашин Мдаков, чьи творения, представленные в частных коллекциях планеты, поставил непростую задачу – спасти родное село, привлечь туристов и создать новые возможности для земляков. Алексей Циденов отметил, что такие уникальные и самобытные точки стоит делать и в нашей республике, возможно, на Байкале. Такой комплекс, новая точка притяжения на самом деле. Здесь и точка культурного развития, и отдыха, и досуга, и туризма. Здесь, в общем, новая жизнь в деревне. И для нас, для республики, это такой большой опыт. Мы своими глазами видим, как на пустом месте, на самом деле далеко от каких-либо путей сообщения, возникает новый бизнес, новый вид деятельности, новое экономическое вливание в деревню. В будущем Land Art Park сможет принимать не только туристов, но и художников. Кроме того, здесь хотят сделать детский лагерь, где будут приобщать к искусству, а также преподавать бурятский язык. Мария Латышева, Новости дня, Забайкальский край. Уже в эту субботу в Бурятии стартует чемпионат России по стрельбе из лука. Будут ли пускать зрители и какие шансы на победу у наших спортсменов? Смотрите в следующем сюжете. В чемпионате России по стрельбе из лука будут участвовать более 170 сильнейших спортсменов из 17 регионов страны. От Бурятии поборется за награды 49 лучников. Из них четверо заслуженные мастера спорта. Я думаю, что наша команда Республики Бурятия имеет хороший шанс на медальный зачет. Всего разыгрывается 4 личных комплекта медалей и 2 командных. Командные соревнования пройдут в смешанных командах, это отдельно в классическом луке и отдельно в блочном. 6 комплектов медалей. Я думаю, хороший шанс. По результатам этих соревнований будет сформирована сборная команды России для участия в чемпионате мира, который пройдет в сентябре в штатах в городе Янгтон. Чемпионат России является отборочным этапом на чемпионат мира, который пройдет в США. Поэтому участие для меня очень важно. И это как очередной этап к подготовке к соревнованиям более высшего ранга. Поболеть за любимых лучников и насладиться состязаниями можно будет с трибун. Но для желающих есть ряд требований. Допуск зрителей согласно заседанию Республиканского оперативного штаба до 500 человек. Граждане будут допускаться по допуску методом вакцинации, либо даже первым компонентом, а также условия ПЦР-теста, отрицательные результаты. Чемпионат России пройдет с 14 по 19 августа. Вход для зрителей бесплатный. Иктина Лестратова, Валерия Кротуева, Сергей Медведев. Новости дня. Юмористы и эко-активисты в одном лице. Молодые люди решили привлечь внимание жителей республики к мусорной проблеме. В этот раз с абсолютно новым способом. О каком проекте идет речь, расскажем в следующем сюжете. Упражнение номер один. Кардиотренировка. Идем до места уборки. В среднем за одну уборку можно сделать до 10 тысяч шагов. Осматриваем территорию. Начинаем дыхательные упражнения. Возмущаемся. Успокаиваемся. Начинаем уборку. На спорте и за экологию. Юмористы, волонтеры и эко-активисты. Ребята, которые организовали проект «Мусор из головы», решили призвать горожан к здоровому образу жизни и защите окружающей среды новым способом. Через такие ролики они надеются привлечь как можно больше добровольцев в свою команду. Это только старт. То есть мы на самом деле сейчас запланировали еще на тему здорового образа жизни и экологии еще серию беговых челленджей. Они называются, ну это плоггинг. То есть люди бегут, тренируются, собирают мусор. У нас присоединяется разновозрастная аудитория. То есть это абсолютно разные люди. И по интересам это и молодые люди абсолютно там, которые и в интернете не находятся, но они как-то о нас узнали. И девушки, и самое главное, еще и просто пенсионеры, мамочки и так далее. Все они присоединяются. И в этом плане, я думаю, нас становится понемногу больше. Если вы хотите присоединиться к экологическому движению, подписывайтесь на страничку инстаграма New Energy 03, а также оставляйте видео с хэштегом «Мусор из головы». За одну экоуборку незаметно для человека сжигается более 500 килокалорий и тело приобретает красивый, подтянутый вид. Присоединяйтесь к нам. Вместе очистим свой организм от шлаков, а город – от мусора. Юлия Пермякова, Максим Махалов. Новости дня. Таким был этот выпуск. Я еще раз напомню его главные темы. Районы Бурятии накрыли затяжные ливни, грозы и сильный ветер. Пострадавшие получат по 10 тысяч рублей на каждого члена семьи и по 50 в случае утраты имущества. Звезда мировой оперы Любовь Казарновская прилетела в Бурятию специально к юбилею Тамчинского дацана. За экологию и здоровый образ жизни. Новый формат привлечения внимания людей к мусорной проблеме. Экоактивисты устраивают марафоны, забеги и теперь снимают юмористические ролики. На этом все. Наши новости вы также можете найти в социальных сетях Instagram, Telegram и Facebook. В студии работала Юлия Пермякова. Я желаю вам отличного начала рабочей недели. До встречи. Выиграй смартфон в Абсолюте. До 22 августа купи 2 килограмма шашлыка и участвуй в розыгрыше одного из 20 смартфонов. Привет. Привет. Нужен совет. Пригласили на свадьбу, просто голову сломала. Что подарить? Дорогая, ты по адресу. Я покупала подарок на юбилей родителям. Такой столовый комплект купила. Закачаешься. Шикарная скатерть, словно шелком расшитая. В комплекте большие салфетки. Они в восторге. И еще я там такие комплекты постельного белья видела. Глаз не оторвать. Такой дарить в удовольствие. Заинтриговала. Где это? Магазин-салон «Лебедушка», Барсуева, 69А. Невероятно! Послушай! Завалялась старая шуба, дубленка, кожаная куртка. Приноси и получи 15 тысяч рублей при покупке новой. В ассортименте «Мутон», «Норка», «Букле», «Астроган». Только с 10 по 29 августа в КСК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова